Вестерн — это единственный жанр, истоки которого почти совпадают с истоками самого кинематографа, и единственный жанр, который после неизменного полувекового успеха по-прежнему интересен и полон жизни. Вот несколько самых интересных вестернов, вышедших за последние годы. Баллада Бастера Скракса Относительно новый проект братьев Коэн, состоящий из нескольких вестерн-новелл. Изначально проект задумывался как сериал, но в итоге превратился в фильм, сделанный по принципу антологии. Всего историй шесть, в каждой есть свой главный герой и свой жанр, но во всех Дикий Запад играет ключевую роль. На Западе события быстро принимают крутой поворот. От поющего ковбоя Бастера Скракса и до философской притчи о пестрой компании незнакомцев, путешествующих в дилижансе. Здесь фирменная атмосфера Коэнов, в главных ролях целый ворох замечательных актеров. Дух Дикого Запада и при этом легкий тон повествования, и вот уже два часа экранного времени пролетают незаметно. Не другие. Это вестерн-драма, следующая лучшим традициям классических вестернов, снятая Скоттом Купером, автором «Черной мессы» и «С пекла и сумасшедшего сердца». А в главных ролях здесь Кристиан Белл и Розамунд Пайк. Фильм рассказывает о периоде жестокого противостояния коренного населения США с белыми колонизаторами в конце 19 века. По сюжету главный герой Капитан Блокер вынужден по долгу службы сопровождать своего кровного врага, вождя племени Шайенов, на родину в Монтану. С ними также находится молодая вдова, муж и дети которой накануне погибли от рук индейцев. И вот этим героям предстоит непростое путешествие. У каждого из них есть своя непростая история и свой путь. Это жесткая и мрачная психологическая драма, которая, возможно, и не показывает новый взгляд на вестерн как жанр, но во всех красках напоминает зрителям о кровавых временах, полных ненависти и жестокости с обеих сторон. Братья Систерс Это комедийный вестерн, где главные роли исполнили Хакин Феникс, Джон Райли, Джейк Джилленхол и Рис Ахмед. Действие картины развивается в 1851 году на Диком Западе во времена Золотой Лихорадки. У братьев-наемников, Чарли и Илая Систерс, есть задания от таинственного командора, чьи решения не обсуждаются. Братья давно известны во всей округе своей напористостью и жестокостью. Они должны отыскать и убить одного золотоискателя. Продите туда, оттуда пришли! Взявшись за самый американский жанр, французский режиссер смог внести в него черты европейского кино, когда все построено не на действии, а на характерах героев и их эмоциях. Но при этом все необходимое для жанра вестерн здесь есть. Новости со всех концов света. Действия этой картины переносятся в США конца 19 века. В главной роли Том Хэнкс он играет ветерана гражданской войны, капитана Кида. Раньше он имел собственное печатное дело, но после гражданской войны все потерял и теперь ездит по городкам Западной Америки и читает людям новости. Через мгновение все собравшиеся на свадебную церемонию копали. И вот в одном из таких путешествий он натыкается на разграбленный дилежанс и маленькую девочку. Ее нужно отправить последним оставшимся родственникам. И капитан Кит берется за это дело. Фильм снят в классической манере вестерна, то есть с бандитами, с коварными индейцами, с захолостными городками и общим духом медитативного путешествия. Картина не из тех, что можно было бы назвать неожиданными, скандальными или провокативными, но она способна приковать зрительское внимание до самого конца. Сладостный край Австралийский вестерн о несправедливости и торжестве грубой силы с атмосферой безнадежности на фоне австралийских живописных пустошей. Основан фильм на реальной истории, произошедшей в 20-е годы прошлого столетия. На всем своем неторопливом, почти двухчасовом протяжении фильм выдерживает мрачный тон и строится на необычном повествовании, используя короткие кадры, флешбеки и флешфорварды. В общем, действие. Оно разворачивается на севере Австралии и рассказывает об аборигене по имени Сэм. Он вместе со своей женой и племянницей живут у местного белого фермера Фреда. Неподалеку от них поселяется вернувшийся с войны солдат, убежденный расист и любитель выпить. Он просит Фреда одолжить ему Сэма с семьей, чтобы те помогли ему по хозяйству. Но очень скоро фермеру приходится об этом пожелать. Они придут за тобой! Тебя поймают! Ты в полной заднице! Чокнутый черный рот! Женщина, идущая впереди. Этот фильм отчасти основан на реальных событиях. Отчасти, потому что сценарист Стивен Найт, это тот, который работал над сериалами «Острые козырьки» и «Табу», позволяет в данной истории много вольностей относительно фактов. Раньше я бы поднял сотню воинов и прикончил всех жителей города. В главных ролях здесь снялись Джессика Честен и Сэм Рокуэлл. От действия картины разворачивается в 1889 году. Художница Кэтрин Уилден приезжает из Нью-Йорка в индейскую резервацию, чтобы нарисовать портрет местного вождя. Но неожиданно она становится частью противостояния между индейцами и армией США во главе с полковником Группсом. Это атмосферный, драматический вестерн, погружающий зрителя в природу и традиции индейцев. Вечно молодой В этом мрачном ирландском вестерне предложен суровый взгляд на американский миф о Фронтире. Фронтир – это как раз наименование зоны освоения Дикого Запада. Главной роли в фильме исполнили Эмиль Хирш и Джон Кьюсек. В центре сюжета ирландский гробовщик-мигрант Патрик, который недавно переехал с женой в ортодоксальный городок Карлоу, но до сих пор остался чужаком для местных. Вскоре на окраинах города появляется бандит Альберт Датч со своей бандой и в городке воцаряется беззаконно. Но я не стану лгать, мэм. Я убью вашего мужа. Но по истечению обстоятельств в руках ирландца оказывается судьба не только собственной семьи, но и целого города. Это христианский вестерн с цитатами из Библии, созданный по классическим консервативным канонам. Он мрачный, меланхоличный, тягучий и сдавящий атмосфер. Уверуй в Господа! Спасение. Вестерн родом из Скандинавии. В главной роли Матс Миккельсона сценаристом картины стал датчанин Андерс Томас Йенсен, автор «Рыцарей справедливости», которые сейчас идут в кино. Итак, место действия. Дикий Запад. Главный герой — хмурый датчанин Йон, семь лет назад сбежавший в Америку после национального поражения в Австро-Прусско-Датской войне. И в связи с некоторыми обстоятельствами на него объявляет охоту лидер местной банды, терроризирующий всю округу. И я лично заставлю его понести наказание. Обещаю. Этот скандинавский вестерн, конечно, не попадает в список величайших образцов жанра. Но он хорош именно в подражании классическим вестернам, при этом он по-скандинавски минималистичный и завораживающий. И он точно во время просмотра не даст заскучать. Любой ценой Это современный вестерн, который в 16-м году, когда он вышел, хвалили прежде всего за оживление жанра. В главных ролях здесь снялись Крис Пайн, Бен Фостер и Джефф Бриджес. Ну надо же, какие мерзавцы! Герои картины — это два брата. Один из них отмотал срок в тюрьме, а другой разведён и воспитывает двоих детей. Ферма, на которой они выросли, в ближайшее время может перейти в собственность банку за долги, и поэтому братья решают ограбить банку. Так появляется третий главный персонаж фильма — техасский рейнджер, который гонится за братьями по пятам. Это крепкий, идеально выдержанный образец жанра, достойный называться современной классикой. И как настоящий вестерн, он прост, искренен и брутален. Если не хочешь стать чёрным пятном на жизнь своих детей, ты должен биться, как горный лев! Слышишь? Свободные люди округа Джонс. Эта картина выбивается на фоне остальных из этого списка. Но раз уж одним из указанных жанров к ней является вестерн, её просто невозможно пропустить. На самом деле, в современном понятии вестерна ряд элементов, характерных для жанра, заметно расширен. И в некоторых вестернах, помимо темы индийских войн и ковбоев, часто используется тема войны между Севером и Югом, и общество, организованное на основе Кодекса Чести, что как раз отлично и описывает данный фильм. Сюжет картины основан на реальных событиях, произошедших в период Гражданской войны, и связанной с неординарной личностью Ньютона Найта в исполнении Мэтью МакКонахи. Замечательная у тебя армия. Три маленьких девочки. Он — фермер-южанин, организовавший собственный отряд сопротивления конфедерации. И вот вместе с другими фермерами он боролся за независимость графства Джонс. Темп у фильма неспешный, хотя минимальный экшен тут, конечно, есть. Всё-таки действия происходят на фоне военных действий. Это добротная и качественная картина с натуралистичными сценами жестокости, которая погружает зрителя в суть событий истории США конца 19 века. На этом всё. Спасибо за внимание и удачи. Твой пистолет исправен? Вроде когда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...